мое почтение господа привет ола салам шалом вы на канале диги влог здесь все о такси чем мы дышим чем питаемся какой у нас геморрой и сколько мы зарабатываем ну любом случае это информативно полезное видео прошу выделить 5-10 минут своей жизни если вам это интересно попрошу заранее авансиком там лайк подписочку туда-сюда так как я стараюсь хочу максимально консервативно упакован эту информацию вам предоставить если хотите более подробно и будут вопросы оставлю свой телеграм в описании напишите спросите а вам все бесплатно объясню сейчас наверно многих начнет бомбить сразу побегу писать гневные комментарии ты пиздюк что-то нам будешь рассказывать я просмотрел какая у меня аудитория меня смотрят дядьки 35 лет плюс и выше даже пенсионеры меня смотрят за что вам огромное спасибо мужики мне так неловко даже перед вами корячиться к тут распинаться но как бы возраст это цифры и мы юные пиздюки тоже можем владеть какой-то полезной информацией даже для вас вот поэтому приступим к самому главному как же получить эту заветную бумажку желтую лицензию для таксомоторной деятельности проще говоря лицензию такси где сказано все о вашем епэ о вашем авто и то что вы можете этим заниматься все сниму сплошным кадром потому что видео должно пройти легко просто и на одном дыхании много воды много воды все поехали первое что нужно соответственно вам автомобиль без тачки без фундамента нет смысла продвигаться дальше если у вас нет машины то о чем вам говорить можете сразу выключить это видео ставить дизлайк и уходить потому что на арендованной машине лицензия не нужна но вы прекрасно это понимаете чтобы проверить пробивается ли ваш автомобиль вы in driver taxi в принципе да к любому агрегатору вы можете проверить через список яндекс яндекс предоставляет свободном доступе огромный список авто который может пробиться такси и этот список абсолютно универсальный для любого агрегатора что in driver что сети что максим у них одни и те же критерии поэтому этот список я прикреплю в описании к этому видео пока там спуститесь в описании можете лайк подписочку там кому не лень хороший комментарий тоже оставить да если у вас автомобиль пробивается и вы можете работать такси на своем авто двигаемся дальше первое самое главное после покупки авто это нужно стать индивидуальным предпринимателем замечу не самозанятым а именно индивидуальным предпринимателем то бишь и п должны стать самим для себя гендиректором боссом уборщиком бухгалтером 777 и соответственно открыть свой бизнес такси бизнес да таксисты мы конечно зарабатываем миллиона но не суть открыть ip вам посоветую через тиньков тиньков работает во всех регионах по моему даже в крыму они делают все просто быстро за три дня бесплатно причем до без вашего участия я сам сделал все через тиньков это не реклама просто советую дружеский такой сынческий отцовский совет для вас тиньков можете через другие банки можете самостоятельно я просто не углублялся в ip для меня главное была лицензия я открыл ее через тиньков и до сих пор ни рубля не заплатил вот соответственно пишите в тиньков что вам нужна ip для такси там нужен специальный код аквед я его сюда вот напишу потому что его не помню наизусть там 42 38 что-то такое аквед это специальный код который подразделяет ваш бизнес чем вы будете заниматься то есть таксомоторной деятельностью после того как вы открыли и дождались вам прислали все данные индивидуального предпринимателя что у вас все открыто готово выдвигаемся на сайт госуслуг а если у вас нет госуслуг идем в ближайший мфц ну или мои документы как сейчас они нынче называются там мы приходим и говорим что хотим получить лицензию такси подать заявление и вам помогут с этим вот но предупреждаю предупреждаю что перед тем как вы будете подавать лицензию такси у вас должно быть открыто епэ это главное и быть разукрашен уже готовый автомобиль под такси так как фотографии авто надо будет подгрузить во время заявки на такси ну у нас в москве по гост автомобиль должен быть цель на желтый вы по предыдущем видео наверное меня уже видели просто весь желтый автомобиль и маленькие такие квадратики шашечки по окружности авто ну а в других регионах свои госты как правило просто серо-желто-белый автомобиль серые пороги желтые полоски там и вдоль машины да и в целом автомобиль белого цвета вот в стс обязательно должно быть прописано цвет авто что он либо желтый либо желто-бело-серый обязательно в стс должна быть такая присутствует надпись она у меня тоже присутствует сейчас я вам покажу или не покажу цвет покажу все таки потому что стс у меня есть смотрите hyundai creta желтый цвет у меня стоит в стс больше никаких упоминалок нет страховка не столь важна она у меня не сделано у меня обычная осаго не под такси хотя многие говорят что за это грозит огромный штраф и нужно насчет этого запариться на я езжу уже так полгода и как бы меня никто не трогает вот соответственно вы закрасили автомобиль в пленку и либо перекрасили у вас есть готово открытое ип вы заходите на сайт госуслуг просто пишите там в поисковике так самоторная деятельность он сразу вас перекинет куда надо но проще всего зайти сделать это через мфц там красивые девушки умные парни вам помогут с этим вот соответственно займет минут 10-15 на все заполнение ни в коем случае не надо обращаться ни в какие компании там по заполнению и бла-бла-бла мол вы не справитесь заплатите нам 1000 рублей мы вам поможем это все брехня там надо 15 пунктов заполнить там грубо говоря идентификаторы автомобиля ну вот этот вин номер и ваши полностью фио данные ип данные банковские вашу дату рождения вы разве с этим не справитесь что я думаю это бред поэтому я сам все заполнял через госуслуги и соответственно все по факту вы открыли ип закрасили автомобиль подали заявку просто ждем 10 рабочих дней и вам либо придет обоснованный отказ почему вам отказали вам прям придет ответ на почту либо в мфц вам позвонят скажут ты дурак сделал тут а тут ошибку еще раз заполняли отправлять либо же придет как не с первого раза ответ и вы получите эту дорогую красивую лицензию ну как дорогой она бесплатная кстати только за смену остается то что цвета поменял заплатил 800 рублей больше ничего не платит никаких налогов на нее не вешается и все вы начинаете регистрироваться в любом агрегаторе соответственно вам пришлют эту штуку в электронном виде вы ее распечатаете на бумажке а4 а3 а2 можете хоть целый плакат сделать отфоткаете ее для агрегатор и можете приступить с первого же дня с первой же минуты получения этой лицензии к работе такси если есть вопросы можете писать в комментариях я обязательно них отвечу надеюсь я вам помог если помог ставим лайк подписочку старался максимально быстро и коротко всю информацию изложить плохо получилось аж 8 минут но любом случае спасибо мужики не гвоздя не жезла вам надеюсь у вас все получится работы вас все получится и и и Продолжение следует...